А знаете, люди, где находится самый большой город Европы? Да у нас, в России. Москва называется. В российской столице живет свыше 10 миллионов человек. Москва не сразу строилась, но сейчас она растет и вшире, ввысь, фантастическими темпами. В Москве и политика, и финансы, и наука, и спорт, и театры, и музеи, и телевидение. Ой, и как всюду поспеть? Только под землей в метро. Оно, кстати, самое красивое в мире. Но есть в Москве места, где ходят только пешком. Например, по знаменитой улице Арбат. Хотя первым делом все гости Москвы идут посмотреть Кремль и Красную площадь. Ведь здесь настоящее сердце России. О как! Страна разная, а Москва одна. А знаете, люди, где самый высокий собор России? Да в Санкт-Петербурге! Колокольня Петропавловки 120 метров. Под стать основателю города, царю Петру Великому, который прорубил здесь окно в Европу. Отсюда прогремел на всю страну и выстрел революционного крейсера «Аврора». А потом в блокаду новое имя города «Ленинград» стало синонимом стойкости. Сейчас Петербургу всего три века, но это самый крупный северный город Земли. Весь мир восхищается величием и красотой второй столицы России. И, пожалуй, простор меж небом и невой – это лучшее на свете место, чтобы любоваться прозрачными белыми ночами. Да, ночи разные, а страна одна. А знаете, люди, где находится Большой Театр? Самый большой театр в России. Да в Новосибирске! Здесь не только опера. Здесь все по-сибирски большое. Новосибирский вокзал не зря похож на огромный паровоз. Когда-то Великая Транссибирская магистраль пересекла в этом месте могучую реку Обь. И произошло чудо! За несколько десятилетий обычная железнодорожная станция превратилась в столицу Сибири. Третий по величине город нашей страны. А полвека назад тут появился уникальный центр науки – Новосибирский академгородок. Здесь работают десятки тысяч математиков, физиков, химиков и других ученых. Ну где вы еще видели сразу столько умных людей? Во как! Люди разные, а страна одна. А знаете, люди, где серебро становится золотом? Да у нас, в России, в Нижегородской области. Дерево, да серебристая краска, да лаком, да в печь. Вот вам и золотая хохлама. На стрелке Волги и Оки шумит славная Нижегородская ярмарка. Нижний Новгород называют торговой столицей, карманом России. А корабли и автомобили из Нижнего трудятся по всей стране. Нижегородская земля, что золотой прииск. Изобретатель Иван Кулибин, писатель Максим Горький, летчик Валерий Чкалов, что не человек, самородок. А когда-то, в смутное время, здешний купец Кузьма Минин поднял россиян на борьбу с супостатами. Купно, заедино, говорил он, вместе за общее дело. Люди-то разные, а страна одна. А знаете люди, где пересеклись параллельные прямые? Да у нас, в России, в Татарстане. Вот такую хитрую геометрию придумал в Казанском университете математик Николай Лобачевский. Две могучие реки Волга и Кама встречаются под Казанью, городом с тысячелетней историей. И веками в Татарстане соседствуют две мировые религии. Ислам и христианство. Знаменит Татарстан нефтью, а еще самолетами и вертолетами. А грузовики из набережных Челнок даже гонки по Сахаре выигрывают. Как же весело на татарском празднике сабантуй. Тут угощают медовым чак-чаком. И каждый показывает свою удаль. А главный приз, баран, достается сильнейшему. Батыру Самантуя. Волга. Праздники разные. А страна одна. А знаете, люди, где бегут марафон при сорокоградусном морозе? Да у нас, в Сибири, в Омске, ежегодно на Рождество сюда съезжаются спортсмены из разных стран. В годы гражданской войны адмирал Колчак объявил Омск столицей. И хранил здесь золотой запас царской России. Где эти сокровища до сих пор тайна. Настоящее же золото Омска – люди. А мечу все по плечу. Нефть перегоняют в бензин, делают шины для автомобилей. А там, о, сколько строят. А какие храмы возводят. Родом из Омска художник Михаил Врубель. И именно в Омске проявился гениальный писательский дар Федора Достоевского. Вот ведь люди разные, а страна одна. А знаете, люди, где была сделана ракета, на которой Гагарин полетел в космос? В Самаре. Здесь, на берегах Волги, строят и автомобили, и самолеты, и космические корабли. С давних времен по Великой реке плыли купеческие ладьи. Тянули лямку бурлаки. Потом и пароходы стали бегать. Именно здесь, под Самарой, Волгу пересекла железная дорога, которая впервые соединила Запад и Восток России. Ох, и разрослась же с тех пор Самара. А в войну, когда сюда переехало правительство, этот город даже сделался запасной столицей. Сотни тысяч людей собираются под Самарой каждым летом на Грушинку. Самый большой в мире фестиваль песен под гитару. О как, песни разные, а страна одна. А знаете, люди, где находился Таноис, самый северный город древних греков? Да у нас, на юге России, недалеко от Ростова-на-Дону. Когда-то здесь кочевали скифы, хазары, печенейки. Потом берега Дона облюбовали вольные казаки. И великий роман «Тихий Дон» был написан об этих местах и людях. Сегодня на бескрайних полях Ростовской области золотятся пшеницы и подсолнечья. На всю Россию известны комбайны и электровозы, которые тут строят. А ростовские вертолеты в 30 странах летают. Еще в этих местах добывают самый качественный в мире уголь. Здесь, в Таганроге, на Азовском море, вырос писатель с мировым именем Антон Чехов. Его пьеса «Чайка» стала символом русского театра. О как! Люди разные, а страна одна. А знаете, люди, где заповедник для диких пчел? Да у нас, в России, в республике Башкортостан. В заповеднике шульган, таш, бортники лезут за медом высоко на деревья. А здешняя Капова пещера хранит рисунки древнего человека. Это место прославлено и в башкирском эпосе «Урал-Батыр», по которому названы Уральские горы. Башкирия – настоящая природная кладовая. От них месторождений нефти здесь сотни-две. А еще эта республика – российский лидер по производству бензина. Символом этой земли стал воин-поэт Салават Юлаев. Памятник ему можно увидеть и в столице Башкирии – Уфе, и на гербе республики. О как! Герои разные, а страна одна. А знаете, люди, где находятся в центре России? Да в Красноярском крае, на озере Виви. Каждый из нас носит Красноярск в своем кошельке. На десяти рублях изображена Красноярская ГЭС на могучем Едисее. А первый городской мост, наравне с Эйфелем и башней, получил золотую медаль в Париже. Не объятен Красноярский край. В его тайге бесследно пропал Тунгусский метеорит. Зато уголь лежит прямо у поверхности, и полезных руд, видимо-невидимо. Попробуйте забраться на Красноярские столбы. Такие огромные, причудливые скалы. Или вырастить абрикосы с арбузами под Минусинском посреди Сибири. Ай, слабо? Да, характер для этого нужен. Упорный, сибирский. Вот ведь люди разные, а страна одна. А знаете люди, где в России нашли первый алмаз? В Пермском крае. Да что алмаз? В честь здешних находок назван период геологической истории Земли. Пермской. А кряжи Урала похожи на древних ящеров. Главным богатством тут веками была соль. Она осела в названиях городов Усолье и Соликамск. А пермяков дразнили соленые уши. Саму Пермь основал 300 лет назад историк Василий Татищев, чтобы построить медиплавильный завод. Сейчас этот огромный город протянулся вдоль Камы на 70 километров. Весь мир рукоплещет пермскому балету. И даже на знаменитые дягилевские сезоны гости едут теперь не в Париж, а в Пермь. Во как! Театры разные, а страна одна. А знаете люди, где стоит город Урюпинск? Так сказать, столица русской провинции. Да в Волгоградской области. А сам Волгоград настоящий город-герой. В дни Сталинградской битвы танки из ворот его тракторного завода шли прямо на фронт. В тяжелейших боях город отстояли, а после войны отстроили заново. В этих местах две великие реки Волгу и Дон соединили каналом, по которому идут суда из пяти морей. А неподалеку целебное озеро Эльтон с белыми от соли берегами. В казачьем краю помнят своих земляков. Говорят, что отсюда покоритель Сибири Ермак и главные российские бунтари Степан Разин и Емельян Пугачев. О как! Люди разные, а страна одна. А знаете люди, где находится Чмутракань? Да у нас, в России, на Кубани. Так называлась древняя славянская крепость. Раньше это было не весть где, а теперь в эти края едут отдыхать отовсюду. Еще бы! С одной стороны здесь Азовское море, с другой черное. Жаркие пляжи, снежный Кавказ, бескрайние степи, словом рай. Кубань — это еще и житница России. Здесь выращивают пшеницу, виноград, рис, чай, даже киви. В 18 веке по воле императрицы Екатерины на Кубани обосновались казаки. Их главный город стал столицей Краснодарского края. И теперь Кубань трудно представить без казачьих станиц, коней и песен. Вот как! Люди разные, а страна одна.